Всем добрый день! Короткая инструкция, как работает магнитный извещатель, либо по-другому герконовый датчик. Вот у меня самый простейший герконовый датчик отечественного производства. Вот у меня идёт магнитик, который является как раз управляющим элементом, который замыкает и размыкает контакты за счёт магнитного поля, которое у него есть. Вот сейчас покажу, как работает. Я подсоединил, получается, контакты красный к красному, черный к черному. Поэтому на датчике без разницы, какая полярность к какой стороне подключается, но один всегда плюсик, другой всегда к минусу получается. Где-то должно напряжение быть, где-то нет. Мы будем проверять всего лишь по сопротивлению его на потерю его. Вот сейчас в данный момент у меня геркон закрыт, он не пропускает никакого сигнала, и поэтому мне показывается единичка. Если я поднесу к нему магнит, он сработает, замкнётся, и мы увидим изменение, что оно будет стремиться к нулю. Если я вот убираю магнит, будет единичка. Подношу, оно вот появляется. Вот. Магнит находится, вот я кручу. Вот, пока находится герконовый датчик в магнитном поле, он не размыкается. Соответственно, вот я убираю магнит, и он заново смыкается. Есть ещё такая вот особенность, сейчас покажу, если получится. Иногда, когда определённой стороной подносишь магнит, он размыкается. Вот сейчас было. Есть определённые такие элементы, когда магнит размыкает герконовый датчик. В остальных всех элементах он его смыкает, расстояние, на котором он работает, вот довольно где-то получается. Сейчас что-то показать. Да. То есть, вот на таком расстоянии начинает срабатывать, когда убираем чуть дольше, чуть на большем расстоянии. Вот так вот работает герконовый датчик, либо магнитный извещатель в сигнализациях. Благодарю вас за внимание. Всем удачи. До свидания.